В скандальной истории о закупке томографов нет вины местных чиновников. Об этом сегодня сообщил на встрече с журналистами прокурор области Алексей Алексеев. Напомню, что в начале недели аналогичное заявление сделал зам руководителя следственного управления Виктор Титов. Уголовное дело о завышении цен при закупке шести томографов для ярославских больниц было заведено еще в феврале, но фигурантов в нем пока так и не появилось. Комментарий прокурора о ходе расследования услышала Нина Свечникова. Хвост тянется далеко за пределы Ярославской области. Данные томографы закупались за пределами Российской Федерации по одной цене, а на аукционы эти томографы уже выводились по ценам в два или в три раза дороже той цены, которая установлена на заводе производителя. Правительство Ярославской области и должностные лица правительства Ярославской области отношения к мошенническим действиям, в связи с которым возбуждено уголовное дело, не имеют. Дело есть, фигурантов нет. Скандальное уголовное дело о закупке томографов по завышенным ценам стало главной темой на сегодняшней встрече прокурора области с журналистами. Всего в наш регион на аукционе в рамках федеральной программы на бюджетные средства закуплено шесть томографов. Они поступили в больницы Ярославля, областную и Соловьевскую, а также в клиники Рыбинска, Ростова и Углича. По факту допущенных нарушений и завышения цен на томографы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество и присвоение средств в крупном размере». Областной прокурор придерживается точки зрения, что вины местных руководителей в этом деле нет. Они по-прежнему занимают свои места. В данном случае привлечен к дисциплинарной ответственности руководитель департамента здравоохранения и заместитель руководителя департамента госзаказа. Эта ситуация, которая возникла с томографами не только в Ярославле, а по всей России, она вскрыла очень глубокую проблему. Они не имели возможности. Мы все это в рамках расследования проверили. И извините за выражение, то есть вот то, что губернатор их привлек к дисциплинарной ответственности, это для того, чтобы в определенной степени снизить накал напряженности. По большому счету они не могли получить эту цену к концу не у нас. Мы своих чиновников проверили, вывернули и посмотрели. И мы знаем, что денег они за это не получали. Всего в стране было возбуждено около 40 аналогичных уголовных дел. Это свидетельствует о том, что механизм госзакупок и аукционов еще не совершенен и пока не позволяет рационально использовать бюджетные средства. Нина Свечникова, Василий Мосин, Городской телеканал.